Афанасий Владимирович Действительно, мы ощущаем высокие такие патриотические чувства в связи с победой нашей сборной на Олимпиаде. И я думаю, что это долгожданная победа и в свете того, что происходило в целом с Олимпийской сборной на Олимпиаде, я думаю, что это очень высокое достижение и вся Россия сегодня празднует. Вы как активно болели, седых волос прибавилось. Все-таки 26 лет назад последний раз такое было, кстати. И тогда команда выступала под Олимпийским флагом. Финальная игра получилась очень насыщенной, драматичной по-своему, как для одной команды, так и для другой. Поэтому, наверное, волнение у людей зашкаливали. Но я был в командировке, поэтому первый период мне удалось посмотреть, когда он закончился один на один. Ну, а затем я уже был в пути и по дороге, используя нашу сотовую связь, узнавал о событиях. Поэтому волнение меня не настолько, наверное, потрясли, как других, кто сидел у экранов телевизоров и тем более те, кто был на стадионе в Корее. На ваш взгляд, правильно ли поступила сборная, когда спела гимн России? Потому что МОК ведь запретил использование государственной символики. Я думаю, сложно, наверное, удержаться от прилива патриотических чувств. И ребята, наверное, ощущая, что они стали героями, понимая важность самой победы по хоккее. Вот именно, ведь олимпийское золото в хоккее ценится очень высоко. Поэтому я думаю, что считаю, что они правильно поступили и должны были, наверное, обязаны должны были спеть. Понятно. Насколько у нас в республике популярен хоккей? Наш регион по-своему, как говорится, климатическому, как никогда, наверное, подходит для развития хоккея, хотя и суровый. В советские годы очень популярный этот вид спорта был среди детворы. На всех озерах, катках, во дворах дети играли. Проводилась очень энергично, хорошо «Золотая шайба». И в 68-м году впервые чемпионат республики среди взрослых был проведен. Сейчас хоккей развивается и создаются новые условия. У нас есть пять крытых катков, которые имеют искусственный лед. И там занимается большое количество детей, взрослых любителей. Есть катки, которые без искусственного льда. Три катка у нас есть, да? В каких городах вы можете назвать? В основном это промышленные города. Якутск, Нейрингри, Мирный, Айхал, Удачный, Ленск. Есть ряд открытых площадок, где любители занимаются тоже. И в последние годы отрадно, что и в сельской местности начали строить катки для хоккея с шайбой. У нас уже шестой год работает детская и юношеская спортивная школа по хоккею. Ранее такой школы не было. 15 штатных тренеров работают. И в основном они все наши доморощенные, выращенные. Не приглашенные. Выращенные все специалисты. Те, кто здесь, якутские родились, Нейрингри родились. Знают месту специфика. Да. Очень хорошо поддерживают развитие хоккей-компаний, такие как Якутс Энерго, Алроса. И я думаю, что благодаря им сегодня география достаточно широкая. В меньшей степени, конечно же, исходя из финансовых трудностей, развитие идет в сельских поселениях, в поселках. У нас открытые коробки есть в Нижнем Куранахе, в Алдане, в Махцегалохе, в Барагонцах, в Хандеге. Но там сегодня вложения, наверное, не настолько соответствуют, как это у нас в Якутске делается и в названных городах. Успехи наших детей достаточно хорошие. Извините, что я перебью. В Якутске вот насколько верна информация о строительстве второго ледового дворца? Назрела необходимость, и такая крупная компания, как Газпром, планирует инвестировать в строительство второго катка. Сегодня в нашем ледовом дворце Лейбатур очень плотный, такой насыщенный график. Там не только хоккеисты, фигуристы, еще шорт-трек, еще сейчас керлинг начал развиваться. Поэтому в городе Якутске назрела необходимость строительства нового катка с искусственным льдом. Я думаю, что при том подъеме, что происходит сегодня в России, я думаю, что это осуществится. Реальная и скорая перспектива. Ребята выигрывают в последние годы. Ну и есть наши звезды, такие как Артем Патчиндиалов, который играет в континентальной хоккейной лиге в команде «Спартак» Москва. Это его уже второй, третий клуб в континентальной хоккейной лиге. Он играл у нас в «Адмирале», затем в «Динамо», и сейчас вот в «Спартаке» подписал новый контракт. Есть ребята, которые играют в высшей лиге, в молодежной хоккейной лиге, и они не просто играют, но являются кумирами наших мальчишек здесь. Ну а успех России сегодня, думаю, что подхлестнет приток детей в хоккейные секции, в хоккейные школы. И, конечно же, это только во благо развития нашей молодежи, оздоровления молодежи. Неплохо у нас и ветеранские соревнования. А у нас в республике хоккей на каком уровне больше все-таки развит? Как профессиональные или как любительские? Как любительские, да. Как любительские у нас и занятия с детьми в основном. У нас порядка двух тысяч детей, наверное, занимаются во всех наших секциях, как в школах, так и при различных наших предприятиях. И здесь мы бы хотели отметить, что мы постоянно участники фестиваля ночной хоккейной лиги. Здесь, благодаря поддержке бывшего директора Тарасова Олега Владимировича и Куценерга, наша команда уже закрепилась. Вы сами играете, да? Да, я выезжал, играю. И сейчас у нас идет чемпионат города и постоянно идут хоккейные такие страсти у нас в Ледовом дворце. А любители, ребята наши по ночной хоккейной лиге выступили очень хорошо в прошлом году и играли в финале. Да, допустим, в финале они проиграли, достойно проиграли, но для такого региона, как Якутия, не хоккейного, это успех очень значим. Мы правильно сделали, что начали готовить своих специалистов, тренеров. У нас воспитанники нашей школы закончили институты в Омске, в Челябинске, в Санкт-Петербурге, в Хабаровске. И они возвращаются и работают. Я думаю, что и в дальнейшем это подготовка кадров для развития нашего любимого вида спорта. Вы ведь и сами по профессии хоккейный тренер. Да, я заканчивал институт физкультуры, тренером по хоккею много работал. Сколько спортсменов вы воспитали, за кого гордитесь? В основном мои спортсмены сегодня работают тренерами. И те, кто играли в высшей лиге, в континентальной хоккейной лиге, с тем же Артемом Паршидялом я занимался. И постоянно мы с ним поддерживаем связь. Серкин Гришко у нас играл тоже в континентальной хоккейной лиге за Череповец. Сейчас он играет в Санкт-Петербурге, в высшей хоккейной лиге. И, кстати, Артему удалось поиграть за сборную России на Всемирной универсиаде. Он является бронзовым призером Всемирной универсиады, которая проходила в Италии. Поэтому успехи есть. Девушки у нас очень хорошо играли. И у нас тоже был хороший пример, когда Зоя Полунина в составе сборной России и играла на Олимпийских играх в Калгаре. Поэтому есть у нас звезды, есть желающие, любящие свою профессию тренера. И я думаю, что в будущем мы дальше будем поступательно развиваться. Вот как мы сейчас с вами только что сказали, что в связи с этим успехом нашей сборной, конечно же, популярность хоккея повысится. У Федерации есть уже какие-то планы в этой связи? Как-то расширять деятельность? Федерация хоккея всегда совместно с Министерством спорта проводит работу по проведению соревнований. Золотая шайба по различным возрастам, чемпионаты республики, турниры. Ну и, конечно же, ветеранский хоккей поддерживает. Поэтому в свете того, что у нас есть успех на Олимпиаде, наши, наверное, соревнования будут наиболее востребованы. Востребованы как у руководства Министерства спорта, так и у болельщиков. А в целом наш регион по сравнению с другими как выглядит? Нет. Если взять количество катков на душу населения, то мы являемся на Дальнем Востоке одними из лучших. Если взять успехи наших юношеских команд, то на Дальнем Востоке мы не последние. Но в призерах всегда бываем. Поэтому, если взять то, что мы сказали, участие наших ребят в других, в более высших лигах командов, то для Якутии, которая не имела хоккейной школы до этого, это достаточно высокий успех. А федерация поддерживает так называемый дворовый хоккей? Сегодня там, где играют в хоккей, там всегда участвуют федерации. Мы проводим турниры в сельских наших населенных пунктах. Очень популярным стал турнир в Барагонцах, там создана федерация хоккей. Это Усалдамский ул. У нас есть наши сторонники в Намском ул. В Мегино-Кангаласском ул. В Чуропчинском ул. В Хандыге. То есть, продвижение идет. И благодаря энтузиазму тех, кто в советские годы играл в хоккей, ну и сейчас новые любители приходят. Я думаю, что так называемый дворовый хоккей будет развиваться. Оттуда, собственно говоря, и приходят будущие чемпионы же, правильно? Я понимаю. Ну, сегодня условия для развития хоккея шайбы совсем другие. Если мы возьмем Татарстан, там у меня много моих сокурсников работает, то в селах построены хорошие катки с искусственным льдом. И как раз вот там и идет подготовка спортсменов. Я думаю, что в наших условиях с теми холодами на улице сложно будет воспитать полноценного хоккеиста высокого уровня. Это нам нужно обязательно условия, соответствующие температурного режима, соответствующий заливной хороший каток, амуниции, экипировка, клюшки. Ну и, конечно же, специалисты. Ну, на этом мы закончим. Время у нас подходит к концу. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был Афанасий Владимиров, министр по делам молодежи и семейной политики республики. Он выступал у нас в качестве вице-президента Федерации хоккея. Мы говорили о вчерашней победе нашей сборной и перспективах развития хоккея в республике. Это было Актуальное интервью. Оставайтесь с нами на Якутия 24.